Всем привет, друзья, с вами Андрей Хорьев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, третий наш уже выпуск на эту рубрику Лиги через 5 лет. Итак, сегодня у нас на очереди одна из самых интригующих и интересных лиг мира. Это английская премьер-лига. Итак, я выбрал на каждую позицию по несколько игроков, именно лучших в этой лиге, и посмотрим, как они себя покажут через 5 лет. Если какие-то игроки у нас будут либо заканчивать карьеру, либо их кто-нибудь выкупит, потому что я не смотрю в зимнее трансферное окно, мы будем доменять их на чуть пониже рейтингом, но все-таки также лучших игроков английской премьер-лиги. Давайте разберемся с составом. На воротах у нас Давид Дехе и Уголь Юрис. Слева у нас это Маркос Алонсо и Робертсон. В центре защиты двое бельгийцев, это Вертонген и Алдервельд. Также есть Атаминди и Вирджил Ван Дайк. Справа это Волкер и Валенсия. В центре поля Дебрюэн и Канте и Давид Сильва. Также Фернандиньо, Пагба и Эриксон. Слева в нападении Эден Азар и Санчес. И в нападении Серхио Агуэра и Гарри Кейн. Ну и справа это Мо Салах и Рахим Стерлинг. Ну что же, давайте посмотрим, что случится уже с этой командой через один сезон. Итак, закончился первый сезон, и наша команда стала чемпионом Англии. Кубок Англии выиграл Тоттенхэм, обыграв Манчестер Сити со счетом 2-1. Именно с таким же счетом выбил Манчестер Сити из кубка в полуфинале Манчестер Юнайтед. Кубок Лиги Англии выиграл Манчестер Юнайтед, а разгромив в финале Челси со счетом 3-0. Лигу Чемпионов выиграла Бавария, обыграв Башекташ в финале со счетом 1-0. Манчестер Юнайтед вылетел в полуфинале с разгромным счетом от Баварии со счетом 3-0. Лигу Европы выиграл Валериал, обыграв Шахтер со счетом 4-0. Больше всех матчей за сезон отыграл Нголо Канте 61 игру. Лучшим бомбардиром за этот сезон стал Эден Азар, 22 забитых мяча. Лучшим ассистентом нашей команды стал Поль Пагба, 10 голевых передач. Самым оборонительным игроком стал Нголо Канте, на его счету 24 сухих матча. Самый молодой игрок нашей команды это Рахим Серлинг, ему 23 года. Ну а самый возрастной это Фернандиню, 33 года. Самый минимальный наш рейтинг в команде у Валенсии и у Робертсона, 81. Ну а самый максимальный у Давида Дехе и у Кевина Дебрёйна, 92. Больше всех за сезон понизился в рейтинге Антонио Валенсия, минус 2. Ну и больше всех прибавил это Поль Пагба, плюс 3 к общему рейтингу. Самый дешевый игрок нашей команды это Антонио Валенсия, стоит 12 миллионов евро. Ну и самый дорогой игрок нашей команды это Кевин Дебрёйна, 108 миллионов. Итак, закончится второй сезон за нашу английскую команду, и Манчестер Юнатед занял снова первую строчку. Суперкубок Англии выиграл Манчестер Юнатед, обыграв по пенальти Тоттенхэм. Кубок Англии выиграл Манчестер Сити, обыграв Ливерпуль по пенальти со счетом 4-3. Кубок Лиги Англии выиграл Сток Сити, обыграв Челси со счетом 1-0. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Вильяриал со счетом 2-0. Лигу чемпионов снова выиграла Бавария, обыграв Мадридский Реал со счетом 1-0. Манчестер United вылетел в четверть в финале от Манчестер Сити со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Лейпциг, обыграв по пенальти Леон. Больше всех матчей за сезон провел Эде Назар. Но лучшим бомбардиром на один гол всего лишь опередил Мохаммед Салах. 26 забитых мяча за сезон. Именно он отдал больше всех голевых передач. И также больше всех отыграл Насуха. Самый минимальный рейтинг нашей команды у Антонио Валенсия 79. Ну а самый максимальный у Давида Дехея 93. Больше всех за сезон общего рейтинга потерял Фернандиньо и Давид Сильвы у них по минус 3. Ну а за сезон по плюс 2 прибавили Эндрю Робертсон, Кристиан Эриксон и Рахим Стерлинг. Третий сезон подряд Антонио Валенсия самый дешевый игрок в нашей команде 7,5 миллионов. Ну а самым дорогим игроком является Поль Пагба 106 миллиона. Итак, третий сезон подряд наша английская команда становится чемпионом Англии. К сожалению, Суперкубок Англии мы поиграли по пенальти Манчестер Сити. Зато Кубок Англии, обыграв Манчестер Сити, мы вернули должок. Кубок Лиги Англии выиграл Челси, обыграв Хаддерсфилд со счетом 4-1. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Лейпциг со счетом 5-4 по пенальти. И наконец-то Лигу Чемпионов на третий сезон выиграла наша английская команда, обыграв в финале Мадридский Реал со счетом 2-1. Лигу Европы выиграла Мюнхен-Гладбатская Барусь, обыграв Рому со счетом 4-1. Мухаммед Салах отыграл больше всех за этот сезон 60 матчей, и он забил больше всех мячей 34. Лучшими ассистентами команды стали Мухаммед Салах и Гарри Кейн на их счету 12 голевых передач. Ну и Гарри Кейн стал лучшим оборонительным игроком 26 сухих матчей. Самый низкий рейтинг в команде у Антонио Валенсия 76, ну а самый высокий у Давида Дехея 93. Больше всех за сезон потерял рейтинг Фернандиньо и Давид Сильва минус 4. Больше всех апнули за сезон Эндрю Робертсон и Гарри Кейн, плюс 1 к рейтингу. Антонио Валенсия 3-й год подряд становится самым дешевым игроком нашего клуба 4,5 миллиона. Ну и Поль Погба самый дорогой 103,5 миллиона. Итак, закончится 4-й сезон и Манчестер снова стал чемпионом. Суперкубок Англии снова за Манчестером. Кубок Англии выиграл Манчестер и Неддет, обыграв Тоттенхэм со счетом 2-1. Кубок Лиги Англии выиграл Челси, обыграв Бормут со счетом 2-0. Суперкубок Европы выиграла Гладбаская Боруссия, обыграв по пенальти Манчестер Юнайтед. Лигу чемпиона выиграл Мандрид Скриал, обыграв Байер со счетом 3-1. Манчестер Юнайтед вылетел в четверть финале от Леона со счетом 5-4. Лигу Европы выиграла Аталанта, обыграв Боруссию со счетом 2-1. Больше всех матчей за сезон отыграл Мухаммед Салах, 58 игр. Он же и стал лучшим бомбардиром, забив 25 мячей. Поль Погба стал лучшим ассистентов, отдав 20 голевых передач. Самым низкорейтинговым игроком стал Антонио Валенсио, его рейтинг 71. Самый высокий рейтинг у Давида Дехе, 93. И Антонио Валенсио больше всех потерял за сезон, минус 5 к рейтингу. И за этот сезон никто так и не прибавил к себе ни единичку. Антонио Валенсио, самый дешевый игрок в нашем составе, стоит 2 миллиона. Ну а Поль Погба, самый дорогой, стоит ровно 100 миллионов. Итак, вот и подошел наш эксперимент с командой, в которой мы поместили лучших игроков английской премьер-лиги. И в последнем пятом сезоне Манчестер Юнайтед снова стал чемпионом. Суперкубок тоже за Манчестером. Кубок Англии выиграл Манчестер Сити, обыграв Лестер со счетом 4-0. Манчестер Юнайтед вылетел в полуфинале от Манчестер Сити по пенальти со счетом 4-3. Кубок Лиги Англии выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв Ливерпуль в финале разгром на 3-0. Суперкубок Европы выиграл Мадридский Реал, обыграв Аталанту со счетом 3-0. Лигу чемпионов выиграл Реал Мадрид, обыграв Барселону со счетом 2-1. Манчестер Юнатед вылетел в четверть финале от Барселоны со счетом 5-4. Лигу Европы выиграл Наполь, обыграв по пенальти Милан. За этот сезон больше всех матчей отыграл Мохаммед Салах, 59 игр. Мохаммед Салах и Алексей Санчо стали лучшими бомбардирами, забив 21 мяч. Эден Азар стал лучшим ассистентом, отдав 11 голевых передач. Больше всех в сухую отыграл Нголо Канте. Ну и в концовке нашего эксперимента, Рахим Стерлинг самый молодой игрок в нашем составе, как и было, 27 лет. Ну и самый возрастной это Давид Сильва, ему 36 лет. У него же самый минимальный рейтинг, 74. Самый высокий так и остался у Давида Дехеи. Больше всего за сезон потерял Ян Вертонген, минус 4. И снова второй год подряд никто не прибавил. Самым дешевым игроком стал Ян Вертонген, стоит 6 миллионов. Ну и самым дорогим, Поль Пагбат, 96,5 миллионов. Ну что ж, друзья, закончился наш эксперимент. Давид Дехея стал рейтингом 93, Угуль Юристов с рейтингом 84. Эндрю Робертсон стал 84, Алонсо 81. Ван Дайк и Алдервель стали с рейтингом 86, Атаменди 81 и Вертонген 77. Кайл Волкер стал с рейтингом 82, а Антонио Валенсия завершил карьеру. В полузащите Дебрёйна 92, так же как и у Поля Пагбы. Кристиан Эриксон 91, Нголо Канте с рейтингом 90, а Давид Сильва с рейтингом 74. Фернандинио тоже закончил свою карьеру. Эден Азар с рейтингом 89, Алексей Санчес с рейтингом 82. Серхио Гуэра с рейтингом 82, а Гарри Кейн с рейтингом 91. Мухаммед Салах с рейтингом 90, Рахим Стерлинг с рейтингом 88. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей Хоев и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.